На пленарном оседании 5-й очередной сессии Торпинского поселкового совета 8-го созыва зарегистрировано 18 депутатов и 26-ти. Сессия правоводства проявляет решения, выявленные на разнотретий. 5-я сессия Торпинского поселкового совета 8-го созыва объявляется в КТР. ПЕСНЯ 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 Это действительно талант от Бога. И имеем мы сегодня в нашей громаде такого прекрасного артиста. Заслуженный артист эстрадного мастерства. Наши гости. Здоровья. Спасибо огромное. Спасибо всем. Мне приятно, что еще мой земля. Здоровья. Плодческих успехов и долголетия. И еще много лет оставаться в стране. Спасибо. С повестки дня все ознакомы? Какие были предложения по началу сессии? Кто за данное предложение, кто за? Против. Переходим к первому вопросу повестки дня. Прогрессивные изменения до склада от депутатского корпуса и слова скучу и поведен к передачу. Партистский главный педагог, Крыльярская, Крыльярская, Крыльярская. Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... 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 Дмитрий Дмитриевич, поздравляю вас с пополнением депутатского корпуса. У нас впервые депутат. Особое поздравление. Да вы только с красного никого нету. Есть еще вопросы? Прошу проголосовать. Кто за? Против. Переходим ко второму вопросу. Про номинование органов медицинского управления Тарутинской территориальной громады. Докладчик Донтор Валерий Георгиевич. Уважаемый депутат, на ваше рассмотрение выносится проект-решение про номинование органов медицинского управления Тарутинской территориальной громады. Так, решение зачитывать не буду. Розвучу в основном на заседании постоянных комиссий. Скажу вкратце, что этим решением мы переименовываем Тарутинской Союзной Радой Тарутинского района на Тарутинскую Союзную Раду Болгарского района. Прошу решение продолжать. Есть вопросы? Если есть вопросы, то данное решение поддержать. Кто за данное решение? За. Против. Переходим. Третий вопрос. Про окружение Союзной Радой Тарутинской Союзной Рады. Добавляйте. На рассмотрение выносится проект-решение про опорность старостинских округов над территорией Тарутинской Союзной Рады. Данное проект-решение также был рассмотрен на заседании постоянных комиссий, что предусматривается создание старостинских округов по территории Калышинских Союзных Рад Тарутинского района на Тарутинской Союзной Рады. Прошу решение продолжать. Кто за данное решение? Прошу решение. Прошу решение. Прошу решение. Переходим к четвертому вопросу. Про безоплатное принятие для коммунальной областности Тарутинской Союзной Рады, Болгаратского района, Одесской области архивные документы, которые облигаются на территориализованном обеспечении и не належат к Национальному архивному фонду. Добавляйте, я хочу Павел Витальевич. Павел Витальевич. Уважаемые депутаты, буквально, на совместном заседании Комиссии, как я о нем говорил, за тех, кто не слышал, Тарутинский районный совет реорганизовал путем присоединения к Багратскому районному совету. Все права ишли к Багратскому районному совету, в том числе и архивные фонды судового архивного. Для того, чтобы для жителей создать необходимые условия, удобства для получения архивных справок, к Багратскому районному совету и иметь архивные фонды и дают. Они об этом решение приняли 15.5 января, в основании вашего согласия, принятого на предыдущей сессии. Багратскому районному совету 200 с лишним фондов, 10 с лишним тысяч архивных дел. Вы говорите так же, чтобы вы поддержали инициативную... Есть вопросы? Если нет вопросов, сюда на приглашение, подержи. Против. Второй и пятый вопрос. Про безоплатное принятие до коммунального адреса Турцовской сельскохозяйственной рады Болгоградского районного детства области. Батериям лекценности, что закрывается на балансе Турцовской районной рады детской области. Та вартости витрат по незавершенному будильництву объекту запроводить відвід ТСНТ Тарутина, місто Арцит, місто Тарбонара, с відвідом до місто Сарапа. Удивництва первого червя. Войдача Речук Павловича. Вопрос так же связан с Турцовской районной рады и различные особи. Это уже остаток всех техностей и материальных ценностей, которые учитывались на вашем таланте, ну, на балансе районного цвета. Это автомобиль ЛАЗ, шестерка, ряд компьютерного копирования техники, тысяча с лишним килограмм металлога. Это автомобиль, который списан уже и батарея, которую приняли со стилотом принять. Войдача принять согласованное, но так же благодать районного ценностей решения. Кто за данный проект решения? Кто за? Еще нет. Приходим к шестому вопросу. Про действительно Турцовская районная рада по обладанию скоровой реестрации юридических и физических предприятий автокремлянских формований. Предыдущий Донберг Георгиевич. На вашу рассмотрению относится к решению про действительно юридических и физических предприятий автокремлянских формований. Данные решения также были рассмотрены в последних комиссиях. Речь идет о том, что сегодня последний день районной государственной администрации культурной администрации, которая совершала государственную администрацию физисов, мирусит реплигируется в связи с институт реальной формы и с завтрашнего дня мы набудем этих полноважений, призовы принять эту честь. Хорошо, решение. Кто за данный проект решения, кто за. Против решения ко мне. Переходим к седьмому вопросу. Про затвердение заступника Терутинского сельскохозяйственного госпитальника, ядерства к нашим органам и раду сферы задания жилищно-коммунальных послуг в Трук-Благоустрою. До передачи главы. Сегодня я уже говорил на заседании постоянных комиссий, что у нас стал острый вопрос реформования коммунального хозяйства. Вопрос стоит по формированию новых тарифов на воду. Вопрос стоит по вообще сделать так, чтобы коммунальное хозяйство, они даже зачастую сегодня убыточные, сделать и хотя бы перевести, довести до самоокупания. Поэтому нужен человек, который нужен специалист в этой области. И на эту должность я предлагаю благорука Ивана Федоровича. И прошу депутата поддержать эту коммунитуру. Кто за данный проект решения, прошу, Павел Савченко. Кто за, против проект решения ко мне. Приходите к своему вопросу. Владимир Федорович, поздравляю вас. До новых встреч. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу поблагодарить Лугуль, поблагодарить всех депутатов, коллег, ну и старост за отказа на мне доверия. И надеюсь, что благодаря вам, с вашей помощью, мы добьемся хотя бы минимальных успехов в сфере ЖКХ. И приятнее будет смотреть на наши улицы, приятнее будет пользоваться нашими услугами коммунального хозяйства. Но сам я ни один без вас ничего не сделаю, потому что вся надежда на депутатов, на старост и на голову. Спасибо за ранее. АПЛОДИСМЕНТЫ Уходим к восьмому вопросу. Промеси неизмин до личной сессии Северной Рады от 09.11.20-го урока. Про утворение в каналах комитета Торганской Северной Рады. Вызначение его численности и затверждение персонального склада. Напоминаю, что про кого нет? Уважаемые депутаты, по рекомендации поселкового главы, вносится изменение персональный и персональный склад в исполнительную организацию Торганского и Северной Рады. Итак, внести изменения в решение Торганской Северной Рады, по уговорению в каналах комитета Торганской Северной Рады, визначение его численности и затверждение персонального склада. А самая, вважаемые депутаты в вакендации Торганской Северной Рады Домаскина Ивана Горгиевича. Затвердите персональный и теклетический склад в каналах комитета. Это изменение. Прошу поддержать разрешение. Кто за данный проект решения, прошу тут назвать. Кто за. Против. Решение предписано. Переходим к девятому вопросу. Про внести изменен по решению сессии Торганской Северной Рады, в Prix 24, 12, 20 г. Про внести изменен по решению сессии Торганской Северной Рады, в появлении 18, 12, 20 г. Про затверждение структуры загражд則ог Bulani численности канавшего органов и аппарата Торганской Северной Рада на 21-г. Вы говорите, что руководят эти рекомендации? Предлагаю внести изменения в структуру, а именно по селу Ровное, по заявлению старости села Валентины Ивановны, она просила, обращалась к сессии с просьбой ввести единицу охранника, одну единицу охранника. Такое же предложение поступило от старости села Красное, но на две единицы была просьба. По Красному объясню, на начало, когда мы утверждали первоначальную структуру, для Красного было утверждено 6 единиц работников благоустройства. Росковая война предложила сохранить две единицы работников благоустройства, две единицы на охранника. Таким образом, в отделе руководительского облика ввести единицы для господарства и обеспечения выделяется 3 единицы охранника. а с раздела «Роботники с благоустрою» принимаются две одиницы. Так, теперь взгляд социального запуску населення. Для села Ужанка потребна одиница – деловода, и для села Виноградьевка – пять ставки деловода. Кроме того, один главный специалист этого отдела, предлагается его перевести в заступника начальника отдела. Теперь по номинованию подразделений. Итак, сектор с вопросом обычных ситуаций, это цивильное защитное населенение, замените на сектор оборонной правоохоронной работы с вопросом цивильного защитника. Так, ну, собственно, все изменения. Я веду між собой Ваня, что у нас было. А, архитектура и местобудование, да, я это уже не забывала. Сейчас, секундочку. Видел местобудование, архитектуры, инфраструктуры, т.е. школы, коммунального господарства, переименуватый, видел местобудование, да? Он у нас в будівництво был, а местобудование, но я уже тут заменусь в оборудовании. Так, было будівництво, заменили на местобудование. Вот такие изменения в структуру. Прошу поделиться. У меня вопрос, можно? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день уже вы вызначены руководители этих отделов, управлений? И если есть, то скажите, где и кто? Я скажу. Значит, местобудование не вызначен, и видел социального запуску на данный час священную зазвичину. Еще есть вопрос? Здравствуйте. Ставьте, что это скоро пьет по деловоду, по ревскому. Ревскому деловоду. Ревскому деловоду, да. Смотреть на нам переставки деловоду. Да, да, да. Это по ревскому. Я другому совету. Да? Мы изучим этот вопрос, Петрович. На следующей сессии. Мы будем готовы к следующей сессии. Так можно озвучить фамилию, где уже назначены руководители? Или как? А, вы по всем отделам? Ну да. Я просто именно по вот этим отделам. Значит, бухгалтер сфере видел бухгалтерского облика зрительности и господарского забеспечения. Начальник видео был бухгалтер уже сам Иланова Целина. Дальше. В отделе экономики еще не визначен. В отделе местопродывания и архитектуры не визначен. В отделе земельных ресурсов конкурс человек уже прошел. Надеюсь, Сергей Степанович, но пока еще не призначен. В отделе воинского конкурса пройшел, не призначен. В отделе социального захвата еще не призначен. Что, что? Забудьте, кто? А, значит, в отделе воинского облика, ЧПР. Степан Васильевич. В смысле? Виконачи обовязки, что? В отделе социального захвата? Виконачи обовязки, ну и заступник, да, начальнику в отделе, это СМСС Олена Дмитриевна. В отделе организационно-кадровой работы Верачок Павел Итальевич, в загадочном виде Березовская Светлана Петривна, в сектор оборонной и правоохоронной работы для спитания серийного захвата члены призначены, в юридичном виде Урсаки Алексея Алексеевича и все. Но там еще во всех остальных отделах тоже управление там, где в конческом окончании обовязки. Лена Ивановна, пожалуйста, Коржелязского, да? Коржелязского, Надежда. Финансовое управление. Это финансовое. Видела свиты. Кушнира Оксана Ивановна. На видеокультуры Покатиль Песмарина. Но по этим структурам мы ждем переводы Израиля с администрацией. Константогла Марина Ферапонтова на финансовое управление. Она видела свиты. Кушнира Оксана уже прошла жаконку. Да. И на видеокультуры Шишкова Нина Ленична. Вот сегодня завтра будет тоже по переводу. Служба о справах детей. Конкурс прошла у нас. Танукова, Людмила. Ну и все. Это все идет. Есть вопросы человека? Шишков остался в Болградской районной администрации в той же службе. Просто все полномочия этой степени поделены на несколько уровней. Если нет вопросов, прошу данный проект решения подъявить. То за. Против. Решение поднято. Приходим к 10 вопросу. Принесены изменения для решения сессии сельчной рады 24-12-30-го року про полноважение старост в чинении нотариальных действий на территории населенных пунктов Торуцинской селищной териториальной громады. Шановные депутаты, решением от 24-го года 2020-го старостам наших населенных пунктов Торуцинской селищной ради были наданы подоповноважения по действию нотариальных действий. Но в самом решении был такий пункт 7-й, которым было обмежено, что решение вступает в действие после проведения нормативных документов с административным и территориальным устрем. Сегодня сессию принято решение про визначение как будет называться наша Торуцинская селищная рада. Поэтому на ваш взгляд выносится проект решения про внесение изменений до решения 24-го и 12-го 2020-го номер 8 4-го 1-го 8-го про обноважение старостного чиновного и территорий на территории населенных пунктов Торуцинской селищной и территориальной громады. А саме пункт 7 решение селищной ради 24-го грудня 2020-го выклассив наступной редакции. Решение набирает чиновности с дня его принятия. Прошу вас поддерживать цифры. Есть вопросы? Кто за? Против решения принятия. Приходим к вопросу о принесении изменения решения селищной ради 24-го и 20-го года о обноважении старостного действия регистрации мест проживания населения территории населенных пунктов Торуцинской селищной и территории громады. Продолжение Огарова Владимировна Михайловна. Также решение селищной Рады было принято решение от 24-го до 20-го года номер 80-го 2-8 вопросу о принесении реестрации селищной местности проживания и проживания физических людей на территории населенных пунктов Торуцинской селищной и территориальной громады. И так же в пункте 5-го решения было зазначено что решение вступает в силу с момента проведения документов в соответствии за административно-территориальным устройством. Поэтому пропонуется пункт 5 из этого решения выклестим в следующей редакции решение набирает чинности с дня его применения прошу поддерживать данное решение кто за данный проект есть вопрос нет вопросов кто за данный проект решения кто за против решения презента переходим к 12 вопросов разотвержены программы под тренг высокосудистов участников АТО и ООС членов их семей в том, что в следующей силы члена обновлений уважаемые депутаты предлагаем утвердить эту программу на 3 года разработали проект с объемом финансирования в размере 450 тысяч гривен то есть по 150 тысяч гривен на каждый год эта программа предусматривает 20 мероприятий они поделены на несколько групп одни из них социальный запись так и рынка в соответствии категории граждан второй раздел медичное обслуживание и еще раздел шамывания памяти заглядных участников антитеррористической операции на сходе краины и патриотичное выхование молодого поколения поэтому просим ее утвердить для того чтобы обеспечивать финансовые предрылки с нашего бюджета соответствующие граждан и жителей нашей грамоты прошу поддержать программу граждан вопрос вопрос кто за данное предложение прошу согласовать кто за против решение принятия тринадцатый вопрос про внешний измен доливший сессии селищная рада 24-12-20-го разотвержены программы розыск культуры и спорта по Труктовской селищной тракториальной громады на 21-22-й уровне предповедать силы члены вам уважаемые депутаты эта программа была принята на одной из предыдущих сессий основные предложения или основные изменения которые мы предлагаем на этой сессии связаны с двумя моментами первое мы так скажем взяли курс на поддержку нашего спорта в громаде поэтому необходимо мы встречались с этими общественными организациями футбольный клуб баскетбольный клуб и волейбольный клуб предлагаем ввести изменения в нашу программу с таким пунктом предбоняя спортивного инвентаря злоряде спортивной формы взятя членов этих команд на сумму общую по программе 200 тысяч гривен и второй момент мы на одной из предыдущих сессий принимали решение выплатить в нагороду вознаграждение нашему победителю чемпиону Михаилу Василию Георгиевичу в сумме 50 тысяч гривен мы предлагаем в программе учесть 62,5 в связи с тем что с этого вида выплат удерживается подокодный налог и висковый сбир для того чтобы он чистыми получил 50 тысяч гривен в решении сессии или в проекте который будет чуть ниже рассматриваться эти деньги уже предусмотрены для того чтобы сделать выплаты по спорту там вопрос стоял о том что мы разделим на два полугодия что касается финансирования сейчас в программе мы предлагаем 200 тысяч гривен мне все прошу поддержать есть вопросы мы включили уже на комиссии внизу федерация мы добавляем тогда федерация мы добавляем мы просто не только указываем футбольный клуб Тарутина а просто написала федерация по футболу команды федерация по футболу баскетбольный клуб и моребольный клуб кто за данный проект решения прошу бы проголосовать кто за против решения принято переходим к 14 вопросу про результаты рабочей темчасовой про результаты работы темчасовой рабочей комиссии следующее питание про проведенный выплат одноразовой материальной допомоги незащищенным веростром поселения сгиба с решением принятым Светневской сележной рады в 20-м уроке доповедать Гондар Валерий Германович здания депутаты вашему вниманию вносится проект решения результаты проведенной работы комиссионовой рабочей комиссии решения сележной рады 12 сечня 2023 вы знаете что на прошлом заседании в сессии принималось решение создавалось рабочей групп в рабочей группе провела работу выезда сележной сележной результатом работы установлена комиссия что действительно принято решение показать Светневским поскольку советом принималось решение в 2020 году по выделению материальной помощи жителям 31 жителям на общую сумму 205 тысяч и по состоянию 1 января 2021 года выплаты не произведутся рабочей комиссии принято решение рекомендовано нести изменения в бюджет 2021 года по выделению этих сумм которые не выключены людьми принятые по предыдущим решениям сельских советов в связи с тем что мы являемся правоприемниками ликвидированных сельских советов прошу проект решения поддержать снять с контроля решение предыдущей сессии и информацию о комиссии есть вопрос к Олегу Я хочу в прямом эфире повротиться к этим жителям которые должны получить материальную помощь чтобы прекратились звонки до конца лица они получат эту материальную помощь потому что круглосуточно будет когда будет денег это будет потому что они поймут если нет вопросов прошу данных проект решения поддержать кто за против решения интернет следующий вопрос про миссия измен отопывает решение сессии Турдинской сележной рады про миссию бюджета Турдинской сележной рады 21 года 24 грудня 2020 года в силу членов Анна уважаемые депутаты решение очень большое оно на 6 страницах я остановлюсь на основных цифрах значит хочу сказать что дополнительного источника на сегодняшний день конечно у нас нету потому что мы только начали работать основные источники за счет которых мы продолжаем решать те или иные вопросы в основном решаются за счет свободного остатка который сформировался по нашей громаде по состоянию на 1 января 21 года и так общая сумма этого остатка составляла 8 миллионов 677 308 гривен на сегодняшний или в сегодняшний проект мы включили решение очень многих вопросов которые поднимались и старостами начальниками отделов и которые у нас были записаны где мы должны были обеспечить что не хватило в первоначальном бюджете и так далее и так далее поэтому все это учтено и предлагаем перераспределить или распределить и свободного остатка уже 6 миллионов 853 544 гривны из них мы предусмотрели очень важный момент предлагаем увеличить стоимость питания для детей в школах в школах наших если до сих пор у нас была утверждена сумма 8 гривен то теперь мы ее предлагаем довести до 12 гривен по детским садам была утверждена сумма 15 гривен предлагаем довести до 18 гривен также предусмотрена сумма в размере 238 180 гривен на обеспечение выплат материальной помощи которые не выплатили или не выплатились в предыдущих сельских советах это по Торутина 17,5 тысячи гривен по Серпневому 190,5 и по Красному 30,180 гривен ровное сразу отвечаю на вопрос учитывая что Валентина Ивановна собрала пакет документов заново принесла и рассмотрели на одной из предыдущих комиссий принято решение этим людям выплатить эту материальную помощь из того миллиона который у нас был уже в бюджете кое заявление поступили в этом году а эту сумму мы закрепляем только для тех советов в которых остались не выключенная материальная помощь с прошлого года то есть решения сельских советов были приняты а выплата не произошла там конечно есть и объективные и субъективные причины еще один момент 2 миллиона гривен мы предлагаем направить на отрывание автомобильных дариб коммунальной властности нашей громады это сумма тендерная поэтому сказать что кому мы там будем направлять это изготовим проектно-смертная документация выставим на тендер и посмотрим как она будет реализовываться следующий момент предложили нам два автобуса школьных учитывая что у нас со многих все дети в школу подвозятся мы пока сделали заявку на два автобуса но по норме действующего законодательства необходимо с местного бюджета софинансирование не меньше чем 10% мы определили по 10% на два автобуса с ориентировочной стоимостью в 2 миллиона то есть 200 тысяч на один автобус 200 на другой всего 400 тысяч гривен следующий момент на приобретении двух мотоблоков для Калачевки была заявка от старосты есть необходимость для того чтобы наводился порядок в благоустройстве и в Калачевке и в Слободке Валентина Васильевна также сама позаботилась о том что узнала ориентировочную стоимость составляет 35 тысяч один мотоблок мы на два мотоблока предлагаем кредит сумму в размере 70 тысяч гривен есть корректировка чтобы вы знали потому что для нас это важно мы на одной из предыдущих сессий или даже когда утверждали бюджет было принято решение что роддом в нашей центральной больнице будет финансироваться с двух громад и Бородинская и Тарутинская но пока Бородинская громада не обеспечила в рамках этой программы финансирования роддома на 610 тысяч Иван Георгиевич приглашался мы говорили он сказал может потом может во втором полугодии но чтобы бюджет был сбалансированный мы предлагаем эти суммы уменьшить в нашем бюджете та же самая ситуация и по заработной плате по нашей ДЮС США у него есть так скажем намерение создать свою спортивную школу поэтому с 1 сентября здесь заработная плата пока не обеспечена в случае если у него получится это значит он как бы будет продолжать финансировать своего бюджета если нет будем продолжать работать вместе но он в своей сессии предложит увеличение финансирования на содержание нашей спортивной школы также предлагаем выделить 100 тысяч гривен на Тарутинский НВК для того чтобы установить водосточную систему в том помещении где мы переместили наш инклюзивный ресурсный центр и сделать небольшой ремонт в одном из помещений им надо около 3 помещений там 3 помещения есть но 2 в хорошем состоянии 1 требует ремонта следующая позиция закрывается все расходы которые необходимы для завершения оплаты капитальных ремонтов по нашим объектам это и центральная больница это и Березинский НВК и пожалуй по моему все 2 объекта Березинский НВК и больница предлагаем внести изменения что касается приобретения автомобиля для аппарата этот разговор был Сава Степанович его обсуждал выбрали примерно машину которую можно так скажем эксплуатировать в наших условиях она стоимость ее приблизительно 650 тысяч предлагаем сейчас в бюджете мы ее утверждаем проведем тендер может быть и в конце сложится меньше сумма но по-любому мы ее должны приобрести потому что ни один из руководителей вообще в нашем поселковом совете нет ни одного команды битая четверки не лаги который ездит в Топаново и выезжали в российской комиссии куда-то еще тоже в Балград там вчера и не на чем ездить просто это Рено такой бюджетный вариант следующая позиция в свободном остатке остались суммы в размере 250 тысяч гривен это как призовой фонд нашим двум громадам Тарутинская Петростайская за призовые места в областном конкурсе по благоустройству поэтому эти средства мы предлагаем сейчас распределить на благоустройство по двум селам и поселку Тарутина 150 Петростай 100 по предложению Сергея Петровича Бугор он будет продолжать благоустраивать их спортивную площадку которая находится в центре села и в Тарутина будут где-то может быть тротуарные дорожки может еще что-то то есть мы закрепили по функции благоустройства и какую-то работу выполним для того чтобы улучшить так скажем социальную инфраструктуру на территории поселка Тарутина мы еще приобретем какой-то винтарк для посадовой там есть детская площадка такая самодельная там очень много детей из совхозных домов там многодетная семья по 4-5 детей ну и все центр-центр а на краю или бегают там где-то 50-60 на той площадке очередь к этим качелям поэтому я думаю что тоже из-за денег денег мы что-то купим какую-то сборку еще что-то если у нас повезет и еще про одну сумму скажу в сумме 560 тысяч гривен направляется свободный остаток субвенции областного бюджета который был в прошлом году выделен на Березинский поселковый совет в сумме 560 тысяч 732 гривен по предложению Старо Спасеваева Сергея Ивановича он предложил на капитальный ремонт тротуара по Делянце улица Садовая 25 улица Перша Травнева 510 тысяч и на установление памятной доски Тарасу Григорьевичу Шевченко в сумме 49 900 это деньги целевые мы их предлагаем может быть там за результатами проведенной работы сумма будет конкретная но сейчас пока предложения такие также вот я сказала по завершению капитального ремонта Березинского НВК 11 тысяч на технический надзор и 117 тысяч на продолжение оплаты выполненных работ также мы предлагаем в этом проекте учесть распределение 1 миллиона гривен который был предусмотрен на подрывку наших коммунальных предприятий Валерий Георгиевич с ними целый месяц работал и учитывая что там действительно у некоторых так скажем еще не до конца выяснена ситуация по поводу заработной платы их некадровых единиц поэтому предложили пока из миллиона перераспределить 430 тысяч для того чтобы потом уже включился в работу наш Иван Федорович и разобрался по каждому из них их у нас 8 именно те коммунальные предприятия которые обеспечивают водой наши населенные пункты поэтому перераспределяем или предлагаем перераспределить следующим образом на Тарутина по ЖКК 150 тысяч Серпневая 50 Ровная 50 Подгорная 50 Вольная 50 Петрастали 50 и Калачевки 30 Калачевки 30 не потому что там меньше что-то мы определяем но у них просто штатных единиц меньше чем выше названных нормальных предприятий Березино пока не вошло сразу отвечу на вопрос из-за того что там пока проблема с бухгалтером она приболела или она уволилась ее нету а нам все вот это надо отрегулировать до конца месяца мы наверняка не успеем поэтому начальник сказал что в феврале у них все обеспечивается эти деньги в основном мы направляем на заработную плату для работников ЖКК и коммунальных предприятий электроэнергии и уплаты налогов это три направления которые очень важны и задолженности по ним не должно быть остальное проанализировав их доходы от оплаты за потребленную воду позволяет подпочтать их расходы на другие статьи или на другие цели также предлагаем направить на наши два коммунальных предприятия в прошлый раз мы их обсуждали у нас в Сиркневом создан физкультурно-уздоровчий спортивный клуб но для того чтобы люди пока не уволены и они не предупреждены мы имеем там намерение их перевести к нашей детской юношеской спортивной школе но на сегодняшний день они еще там поэтому предлагаем на это коммунальное предприятие направить 66 тысяч и на предприятие Зеланбуд 22 тысячи для того чтобы закрыть пока тот период с которым мы еще сегодня существуем они там еще есть с предприятия Зеланбуд вы знаете эти все люди были переведены в благоустройство для поселка Сиркневая поэтому там остался один человек пока мы предлагаем обеспечить все эти моменты у меня коротко все основные позиции я назвала все остальное на сайте размещен проект потом будет размещено решение если есть какие-то вопросы готовы отвлечь есть вопросы к Лене Вану подчеркнули можно пожалуйста Саня Степанович к вам наверное тоже обращались представители от ТОП по установлению памятника значит было принято решение что областной совет выделит деньги памятник установили сегодня есть задолженность может мы как-то будем решать там была спонсорская помощь в том числе я участвовал в этой помощи ну памятник не отлучшен там по-моему сумма очень большая осталась ну там 150 вам 10 110 правда 110 да прокомментируйте смотрите сегодня мы говорили с решеткой Иваном Сергеевичем значит ситуация действительно мы знаем она такая сложилась он обратился письменно в поселковый совет поселковый совет уже давал ответ что если хватит денег или выполнен бюджет в 20-м году мы решим этот вопрос если нет переносится на 21-й год я ему сказала что мы организуем такую рабочую встречу где будут они будет предприниматель кто-то сделал работу будет руководство наше и мы тогда определимся и на следующей сессии выставляем этот вопрос ну просил на нашу предложение на следующей сессии будет предложен выход из этой ситуации спасибо я как житель поселка Серпнево я хотела бы сказать что у нас там проблема вообще по школе по отоплению у нас в селе есть свой газ мы провели его нельзя как-то организовать сделать проект и провести газ в школу в садик в больницу надо проект вы правильно сказали надо проект сделать да проект и как-то газифицировать и у нас есть тоже срочная ну как бы я считаю одна из таких проблем больших нам надо фасад школы отремонтировать он в плачевном состоянии потому что наша школа в 59-м году она наверное одна из самых старых школ поэтому как бы я хотел бы обратить внимание на вот этот можете покомментировать и по проекту по газу социального розы первоочередные какие будут делаться задания просчитывается примерная стоимость каждого объекта и будет на следующей неделе подано на рассмотрение вторую пинскую территориальную громаду так что есть там первоочередные важные объекты в которые входит также фасад школы потому что просчет его стоимости был ровно год назад когда планировалось выделение нужна корректировка хотя приблизительно чтобы мы потом по деньгам не искали и так далее плюс входит сюда же амбулатория укрепление стены это обязательно вот такие основные ну и по благоустройству я уже подам насылочную громаду там будут рассматривать детский сад подсказывают это основные объекты я не могу есть еще вопросы для него если нет вопросов прошу поддержать кто за данный проект решения кто за против решения конечно переходим к 16 вопросов разотвержены проекты в будущем дубликата свидетельства по право властности на объектах вверховом война уразов трапы корректические оригинал документов по издаче вот так Алексей Алексеевич уважаемые депутаты в отношении внимания в проекты решения про запрещение прятки дубликата свидетельства в право властности на объекте нерухового война в Сургинской сэрвичной ради ради трапы в поддержке оригинального документа по воздушке разработки данного проекта на объективно-локальном объективно-право влах послужило заявление жительницы Севастополова Горейбук Марии Анатольевны которая действует в отношении действия по доверенности Бога Сергея Григорьевича в отличие дубликата свидетельства о праве собственности на жилой дом поселка Севтнёвы в процессе рассмотрения этого заявления выявили законодательные пробелы а именно что данный вопрос практически не урегулирован в связи с чем бород сработан данный порядок он предполагает определяет круг лиц которые имеют право на выдачу данного дубликатора свидетельства случаи в которых это выдается также орган принимающий решение о выдаче этого свидетельства а также исполнитель этого решения круг лиц это сами владельцы недвижимого имущества а также их владельцы случаи кража повреждения а также в том случае когда один из владельцев имущества отказывается предоставить оригинал свидетельства материальную контору и пятый случай когда один из владельцев имущества в судебном порядке призванным безвестным отсутствующим или умышем решение о выдаче дубликата принимает исполняет решение юридический отдел который изготавливает дубликат следует в общем то все по земле кто это ведьмина ведь земельные делянки на руках есть вопросы к Алексеевичу если то что данное решение подлежат то за против решения подлежат приходим к 17 вопросу подтверждение положено оплату прациент приименовании на данные материальные помоги под циткам аппаратов принадлежа комитета футболца техничного под цитоком торфиско-серочная радость благодаря сила челяна уважаемые депутаты это положение является одним из основных для завершения формирования оплаты продавским нашим работникам оно составлено в соответствии действующего законодательства состоит из нескольких разделов один из них заграних уложения оплата практик премьевания в этом разделе учтено несколько направлений сначала определяются показатели премьевания и определение размера премии есть пункт который определяет представы для сменшения размера премии обои и посбавления порядок премьевания установление надбавок доплат вы знаете что в органах местного самоуправления оплачивается и за выслугу лет за классность за дополнительную доплату нашим уборщицам службовых помещениях доплата водителю за ненормированный рабочий день надбавка за высокие доставления неупрация обозы выполнения особой работы и один из основных выплатов это материальная помощь посадовая особа обоработник имеет право получить даже не имеет права а обязан получить материальную помощь на оздоровление при уходе в отпуск и при наличии денег материальная помощь на вырешение социальных обозовых пытаний вот такое положение мы предлагаем утвердить для того чтобы привести все эти выплаты соответствующие с действующим законодательством все эти выплаты будут обязательно обеспечены за счет суммы оплаты труда которые мы будем утверждать при принятии бюджета при внесении изменений в бюджет если это надо и основная цель в основном премии заключается в том что вы знаете что минимальная зарплата для всех установлена на уровне 6000 а наши специалисты начальники отдела оклады им устанавливаются по постановлению 268 а у них оклады достаточно низкие и для того чтобы обеспечить достойную зарплату всем нашим принятым работникам мы естественно вставляем право в голове определять эту премию каждому отдельно в порядке там написано для того чтобы понимаете и работник относился к своей работе на достаточном достаточном уровне ну чтобы его оплата была не на уровне минимальной зарплаты поэтому мы поддерживаем такую идею что минимальная зарплата увеличивается это значит наши люди которые работают на не квалифицированном рабочем месте имеют право получить такой объем зарплаты но специалист которому требования высшее образование стаж работы и много других требований зарплата тоже должна быть достойна поэтому предлагаем утвердить это положение чтобы мы шли в этом вопросе в рамках действующего законодательства я в принципе поддерживаю ваше стремление чтобы сотрудники получали достойную зарплату и получали время за хорошую работу но тем не менее значит мы должны руководствоваться тем законодательством которое есть на сегодняшний день поэтому вопросы у меня сразу у меня 4 поправки если можно значит по каждой отдельному голосовать или все вместе это уже как вы это самое определитесь Саввис Паныч значит постанова 268 которое вы на него сослались говорит что значит фонд премиарный фонд должен быть не меньше 10 высотки у вас 30 не меньше но это даже лучше будет это даже лучше будет мы уже посчитали в денежном выражении где-то 1500 поэтому я думаю что если мы согласовали так давайте согласимся с этой позицией там не меньше 10 а мы поставили меньше то значит пункт 3.1.3 значит все-таки нужно здесь добавить премьевание 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 изгидно с решением секретарей и так далее распоряжением начальником структурных подразделений вопрос снимается извините недоглядел так пункт 3.2.2 предлагаем не нарушать трудовое законодательство и этот пункт в такой это самое формулировке принимание противника не сдействуется упродолжение дисциплинарного стягивания мы написали в месяц в каком ему вложен догам а Александр Семёнович предлагает сколько действует эта догама на период действия все так скажем полгода не имеет договора если значит за хорошую работу не будет снято снято гамма поэтому пожалуйста давайте не будем нарушать законодательство вот значит и последнее которое сейчас вызывает большую дискуссию значит бывают такие моменты когда человек обращается с каким-то заявлением значит в органы местного управления орган самоуправления значит некачественно рассматривает это заявление человеку приходится обращаться в суд доказывая свою правоту суд принимает решение что орган местного самоуправления был неправ и вы знаете что есть противоправной или противоправной бездействие поэтому я предлагаю добавить значит подставы для изменяющих размеров премии обозбавления значит подставляется для изменяющих размеров премии также е за решением суду счет до признания противоправной бездеяльности або противоправной деяльности сто процентов для всех посадовцев потому что орган местного управления должен работать как часы все работают все получают премию значит где-то сбой человек обратился в суд он не должен это сделать значит наказание через коллектив все одного один за всех так же ну я считаю что извините меня сегодня давайте расстреляем за 2 человека наказание через коллектив Александр Семенович это уже 37-й год он просто начинает что-то Сталинское предлагает какое отношение будет иметь скажем я ждал что вы так ответите ну в принципе не вы а что такие будут возражения давайте так уже так что получается человек который премиальный это индивидуальный санкцион это помощь индивидуальная значит в этом случае кто будет избавлен премиум кто нарушил а все документы идут за подписью головы и он обращается то самое и он обращается значит до головы соответствующим заявлением нет поэтому 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 исполните исполните вот будут наказывать я считаю что Александр Семенович давно уже должен быть следить у него столько офицеров нарушали дисциплину а он подполковником есть еще вопрос нет остается или как значит давайте поставим вашу последнее ваше предложение на голосование если депутат а депутаты предлагают да мало того мы говорили что каждое ваше предложение должно поддерживаться депутат да я ж не возражаю я ж поэтому и говорю это самое депутата приглашайте нет так я же говорю сначала мы ставим депутатом вопрос мы выносим на голосование поправку Александра Семеновича давайте сразу можно я я хочу сказать что на самом деле если это звучит как премия то это за особые какие-то сверх усилия но мы сегодня говорим о том что сегодня такие оклады маленькие что эта постанова именно позволяет людям выплачивать достойную зарплату понятно что если они заслужат то они ее и не будут иметь поэтому это не премия сказать что за сверх какие-то особые усилия особую работу сделать ну честно будем говорить потому что я работаю в этой сфере и знаю как мы ее получаем там стоит еще по другому вопрос не здогана когда есть ну это уже такое да дело ну я не понимаю если у него есть не здогана с которой можно прийти и сказать дайте мне господи прости конечно вот и все не будет лишение головы если будет область все мы с домом сегодня жильный управитель получает 3 900 специалисты вышли в образовании на сегодняшний курс получает 6 000 вот об этом идет речь чтобы поднять людям так как у них 3 900 на сегодняшний день уважаемые депутаты ставили на голосование изменили Оксана Семеновича или не ставили не ставили не мы уже решили нет мы не ставили да кто за данное предложение пошел проголосовать что не ставишь не ставишь против не ставишь наказание какова имеется ввиду все или только последние последние а мы первые 2 сразу-то сказали что они не имеют места последняя была такая скорная выставлена так скажем для голосования с депутатом поэтому там достаточно много представ где можно увязать а Кто за проект решения? Прошу проголосовать за стол и в целом. Кто за? Против решения? Переходим к следующим вопросам. Затверджено порядку складания затверджения та контролю луководов, поканания финансового плана, коммунального и координационного предприятия Тарутинского центрального лекарства, Тарутинского сельскохозяйства, Одесской области. Докладчик Савицкий Юрий Викторович. Добрый день, шановные депутаты. Добрый день, президиум. Добрый день, запрошен. Добрый день, шановные депутаты. Добрый день, запрошен. 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 После погодья речной резины о выполнении финансового плана предприятия кир sama Display по выполнению финансового плана предприятия на ближней сессии Тарутинской селищной ради в Одесской области. За результатом изрения Тарутинской селищной ради в Одесской области затверджает звук о выполнении финансового плана предпринимательства. Затвердженный финансовый план предпринимательства с изменениями и звуки о его выполнении керевника пролюднее на официальном веб-сайте предпринимательства. В случае его отсутствия, на официальном веб-сайте Таруковской селочной Рады Одесский област. Это единственный ваш открылся у меня в компьютере звит и пояснивали на записку там была. Это не звит. А, это будет еще? Это будет еще? Ага, все, хорошо. Давайте. Кто за данный решение прошу проголосовать, кто за? Вот решение приняты. Следующий вопрос про затверджение звиту про выполнение финансового плана коммунального областа. Зачем? Основные моменты, поздние. Ну так, в принципе. Комунально-лекомерационное предпринимательство Таруковской селочной Ради Одесского области. Ну, если основные моменты, то я хочу подчеркнуть, что Комунально-лекомерационное предпринимательство Таруковской селочной Ради Одесского области стану на первое 2021 года обслуговует 40 тысяч населения. Ну, это, в принципе, какие у нас працуют стаціонари, акушерские, вернее, открытые лижки. У нас 170 лижек стаціонарные, из них 131 лижка целодобового перебывания Та 39 лижек денного перебывания. Это те лижки, что вы питали, как у меня есть. Акушерских 10 лижек, из них 6 лижек вагітных З них отолерентологических 5 и 10 лижек денного перебывания. Инфекційных 25 лижек, из них 20 целодобового и 5 лижек денного перебывания. Неврологичных 10 с цилодобного перебывания. Действующие на 240 видов изменений. К количеству штатных 1, лекарей 66 1, старший, средний медичный персонал 119, 75 1, молодший медперсонал 62 1, фаховцы 14,5 1, інший персонал 54,7 1. 27 березня 2020 року підписано договор з Національною службою здоров'я про медичне обслуговування населення за програмою медичних грантів за спеціальними умовами по 4 пакетам послуг на загальну суму 18 млн 814 900 гривень. А саме, пакет номер 3 – стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій на загальну суму 3 млн 943 000 гривень. Пакет номер 4 – хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах на загальну суму 10 млн 583 600 гривень. Пакет номер 9 – амбулаторна, авторийна та третинна медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу на загальну суму 4 млн 163 000 гривень. Пакет номер 21 – діагностичне лікування та супровід осіб з ВІЛ-інфекцією на загальну суму 124 500 гривень. Також було підписано додаткові пакети по COVID-інфекції, я не буду їх називати, це пакет номер 32, 33 і 29 пакетів. Надходження надійшло за період з 1-1-20 року по 31-12-20 року бюджетні кошти, а саме медичної субвенції, яку ми отримували з 1-1-20 по 31-03-20 року на 7 млн 327 800 гривень. Після березня місяця медичну субвенцію ми більше не отримували. Це перший квартал. Обласний бюджет енергоносії на 2 мільйони 96 400 гривень. Районний бюджет – це по зрезервуваному фонду та фонду сільських рад по COVID-у на 1 мільйон 320 тисяч 800 гривень. Виконання інвестиційних проєктів, капітальний ремонт – 800 тисяч гривень. Районний бюджет по цільовим програмам і програмам здоров'я – на 1 мільйон 152 тисяч 200 гривень. Цього бюджетних надходжень – 12 мільйонів 655 тисяч 500 гривень. З НСЗУ отримано з 1-го, 4-го по 31-го, 12-го, 20-го року по програмі медичних гарантій 18 мільйонів 805 тисяч гривень. За пакетом, по COVID-у, 29-му – 432 тисячі гривень, по пакету 30 – 326 тисяч гривень, по пакетам 32 – 1 мільйон 722 тисячі гривень. Це пакет недофінансування. І пакет 33 – це надбавка медичним працівникам на 2 мільйони 384 гривень. Всього з НСЗУ надійшло 23 мільйони 672 тисячі гривень. Інші надходження – платні послуги – 1 мільйон 107 тисяч гривень. Оренда приміщення – 356 тисяч гривень. І інші джерела надходження – благодійні внески на 112 тисяч гривень. Всього власних надходжень – на 1 мільйон 515 гривень. Загальне надходження за 2020 рік склало 37 мільйонів 843 тисячі 300 гривень. Використання – заробітна плата з нарахуваннями та доплати – 26 мільйонів 469 тисяч, що склало 70,3%. Енергоносійні – 2 мільйони 114 тисяч 200 гривень, що склало 5 тисяч 6,5%. Медикаменти, вироби медичного призначення і засоби індивідуального захисту – на 2 мільйона 212 тисяч 700 гривень, що склало 5,9%. Продукти харчування – 216 тисяч гривень – це 0,6%. Матеріали на 1 мільйон 650 тисяч – це 4,3%. Інші – навчання, пенсія, ПДВ, відрядження – 2 мільйони 755 тисяч гривень. Ще склало 7,7% від загальної цифри. І придбання основні засоби – це 2 мільйони 240 тисяч гривень – 5,9%. Використання бюджетних коштів склало 99,5% у повному обсязі по фінансуванню. На COVID-19 хочу сказати, що на базі закладу розгорнуто 32 ліжка з 80 запланованих для надання медичної допомоги хворим з підозрою на COVID-19. З них 29 ліжок складачої крісні, що складає 90% від загальної кількості. 17 ліжок знаходяться у інфекційному відділенні та 15 ліжок у відділенні респіраторних інфекцій, яке тимчасово відкрите на базі терапевтичного відділення. В наявності є 8% від крісні, з них 3 отримано від благодійного фонду та 8 від Одеського департаменту охорони здоров'я. Завантаженість ліжок, які відзначені для госпіталізації хворих з підозрою на COVID-19, станом на 1-1-21 року Тарупинський ЦРЛ становило 78%. На сьогоднішній день, на сьогодні, саме на сьогодні, 25% завантаженість, знаходиться 8 хворих з підозрою на COVID-19. За 2020 рік припрано після медичного кількості 586 балонів на загальну суму 178 тисяч гривень, з них за рахунок місцевого бюджету з резервного фонду 121 тисяча гривень. Ну все це читали, якщо є питання, будь ласка, чому будемо це читати? Ну що, у нас голова вже, дві голови у нас тут саме? Ви ще теж без голови, так? Я руку подіймаю, каже, то саме. Ну, в принципі, договори, що це не займалося. Ну, я про повід, про повід, доповінюю, більше. Тисневі балони закуплені, 40 кількості, 48 штук на загальну суму 152 тисячі гривень. Це з місцевого бюджету 111 тисяч, з НЦЗУ 35 тисяч, за рахунок власних коштів на 6 тисяч. І проведено додатково 26 точок постачання 6 палати терапевтичного відділення, 10 палати інфекційного відділення, 16, які надають медичну допомогу хворих з повід-19. Що можна зачитати? Не треба зачитати. Ми працюємо по вторичній медицині. Всі люди сказали, що на выходніх обслідовували отделення, детське отделення, хірургічське. І прийшли до выгоду, що треба почати за... Побіця старалась в 60-ті роки і туалет на уровні тех років. Делалися так і остались. Ми зараз запланируємо себе ремонт туалетів і детському будині, так і хірургічське отделення. Работу ведуться. Есть вопросы к Вера Бастараш? Пожалуйста. Вакансія є на сьогодні? Среди... По должностям, по вакансії врачей? Да, є. Якщо можна, такі є. Викола Петровна дала вас послідки, я тогда послідки. Я не видел. Я не видел просто. Я не видел. Я извиняюсь. Анестезіологи. Анестезіологи. Акушер-гинекологи. Терапівські спеціальності. Много у нас вакансії. Тисяча людей. Пожалуйста. Много у нас вакансії. Примерно. Прийомно-диагностическое отделение. Отделение. Плюс палата интенсивной терапії в инфекционном отделении. Примерно. Следовий вопрос. У нас есть там доходы от реализации товаров и услуг. Тут, в принципе, за 2020 год 2 млн 430, а в 2019 768. Это очень хорошо. Что такого хорошего вот в этом году прошло, что вы получили дополнительно такую сумму? Отдумительно пошли большие суммы от аренды помещений. Потому что... Там 300 с чем-то тысяч аренды. А тут сумма все-таки немножко больше. А в каком пункте я не знаю? Ну, вот смотрите. Доходы от реализации товаров, услуги, работ. Тут, ну, это очень хорошо. Просто мне интересно, что еще помимо вот... Доходы от реализации товаров. За счет чего? За счет чего? За счет добровольных. В Знайске у нас было на 111 тысяч. У нас за счет аренды, за счет платных услуг. Потому что у нас возникли платные услуги по наданию медичных послуг. Это анализы крови, ну, обследования и все остальное. Потому что больные, которые не имеют страховки, которые не за страховки, а декларации, да, они проходят платные послуги. И плюс медичные огляды. Это все вот возникло. У нас только одна аптека оплачивает больше десяти тысяч арендной платы в месяц. Хорошо. Следующий вопрос. Скажите мне общую сумму финансирования только родильного отделения на двадцатый год. На двадцатый год? Да. Вот сколько ушло на содержание родильного гинекологического отделения? Два миллиона двести тысяч. Так. Из них с местного бюджета? С местного бюджета мы получали только, по-моему, на сто с чем-то тысяч, на закупку препаратов кровоостанавливающих. Все остальное мы профинансировали в двадцатом году. Всю остальную сумму мы профинансировали за счет НСЗУ. Хотя у нас и пакета на дальнюю родовского умножения не было. Но мы выкраивали суммы те, которые поступали к нам с НСЗУ, потому что мы неплохо, в принципе, зарабатывали в двадцатом году. И мы смогли содержать, приписать роддом к хирургической службе и содержать за счет хирургической службы родильное отделение. В этом году, к сожалению, нам финансирование настолько урезали в двадцатом году, что у нас финансирования с НСЗУ только хватает на выплату заработной платы. Даже не приходят деньги, может быть, это только начало года, не приходят деньги ни на развитие, ни на закупку медикаментов, ни тем более на закупку какой-либо аппаратуры. Для депутатов хотела все-таки утеснить такой момент, что в 2020 году у нас в районе родилось 193 ребенка, из них в нашем родильном отделении, ну, грубо говоря... В родильном отделении? В 168 в нашем родильном отделении. И пополам для громады. Да, но у меня... Ну, хорошо. Просто я хотела теперь задать вот такой вот следующий вопрос. В этом году ужесточились меры по заключению договоров с Национальной службой. В том числе и особенно по родовспоможению. Ну, что если в прошлом году и должно было быть три гинеколога и три реаниматолога, в этом их вообще по четыре. Не знаю, что будет в следующий год. На таком финансировании какие у вас, как вы вообще собираетесь в дальнейшем оказывать услугу по родовспоможению? И сразу же вы мне скажите, какие пакеты медицинских услуг вы заключили в этом текущем году? Еще не заключили ни одного, потому что заключение медицинских пакетов будет проходить в марте месяце. Планируете только заключать. Я вам сейчас назову эти пакеты. Все пакеты, которые мы заключали в этом году, это хирургическая помощь взрослым и детям, хирургическая помощь взрослым и детям, поликлиническая помощь. Отдельно пакет выносится по стоматологической помощи. Также будем заключать по ВИЧ-инфекции, лечению ВИЧ-инфекции. Дополнительно мы будем заключать еще по, я не могу сказать, я боюсь ошибиться в названии пакета, но по инфекционным, по инфективным хворобам. И, по-моему, все. И будем пытаться подавать по родовспоможению, но тут уже под большим вопросом. Потому что тоже там очень большие требования. В принципе, у нас оборудование родомов соответствует тем техническим требованиям, которые они просят. Но штаты и работников у нас пока не хватает. А не планируете ли вы заключать такой пакет, амбулаторная помощь беременным? Да, да, вот я упустил. Я ее упустил. Что же все-таки вы предпринимаете? Дело в том, что содержание, понятно, что вы в этом двадцатом году выскочили родильное отделение за счет денег по хирургической помощи, которые у вас там сумма действительно приличная. Но если в этом году этого не будет, объясните всем депутатам, чтобы понимали, какие будут происходить с 1 апреля изменения по реформированию вторичной стационарной помощи. Я хочу сказать, что настолько ужесточились требования к подписанию договоров с НСЗУ в этом году. И вы знаете, что НСЗУ превращается с органа финансирования в орган сшантажирования. И карательные органы. Потому что непосредственно для того, чтобы мы могли приступить к подписанию, только чтобы нас допустили к подписанию всех этих пакетов, мы должны выполнить в этом году очень большую работу по доступности, инклюзивности инвалидов к помещениям, которых мы надаем медицинскую помощь. То есть это пандусы, это лифты, это подъемники, это ступеньки, это практически все нормы ДБМ, которые были утверждены, строились наши здания в 20 веке, они уже давным-давно устарели. Сейчас мы переделываем все те пандусы и доступность инвалидов. Про подъемники. Про подъемники, которые мы должны установить. Это все такие деньги колоссальные, что я не знаю, по родильному отделению. Если мы не сможем заключить в этом году, мы не сможем его финансировать абсолютно с пакета НСЗУ. Потому что дополнительных денег... Ну, я, наверное, так понял, что не только я один умный такой был, что мы финансировали в 2020 году. Были другие больницы, которые точно такие же лазейки находили. Ну, то, что было понятно, что делать. Но мы не сможем финансировать без помощи дотации с местного бюджета. Если будет дотация с местного бюджета, где-то в районе 2-2,5 миллионов, то мы сможем вытянуть роддом. Если нет, то даже если подпишем пакет услуг по роддому... Но вы не подпишите я. Ну, даже будем так, теоретически... Мы будем пытаться финансировать его с другом. Должно быть 4 акушер-гинеколога, 4 аниматолога. 4... Я знаю, что, но... Попытка, не пытка, но если... Марина Петровна, мы в бюджете уже присмотрели эти деньги. Если у нас получится подписать все-таки этот пакет, он все равно будет убыточный. Потому что, если посчитать, что у нас родов... Ну, вот, допустим, те же, будем говорить, 200 родов, которые, грубо говоря, были в районе. И будем допускать, что они родились все у нас в роддоме, умножить на 8,5 тысяч. Это не та сумма, которая нужна на финансирование роддома. Чтобы роддом финансировался полностью и был окупаемый, Родов должно быть не менее 450-500 родов в роддоме. Вот тогда роддом будет полностью содержаться за счет пакета НСЗУ. НСЗУ. Это я все прекрасно понимаю. Я это все задаю эти вопросы. Чтобы депутаты, когда с ними говорим на простом месте, им это все понятно. Понимаете? Поэтому рожать за весь район мы никак не сможем. Будем привлекать остальных. Просто, немножечко должно быть у вас немножечко другое отношение. Потому что главный врач отвечает за кадровую политику. Поэтому вот тут вот немножечко с этим вопросом мы должны разобраться. И внимательно я слушала сессию Бородинской громады, где Иван Георгиевич, конечно, категорически до решения вопросов, я не знаю, о чем там у вас шли разговоры. Никаких выделений денег не будет. Поэтому... Иван Георгиевич поменял свое мнение. После сессии мы пригласили его, сели. У нас такой был круглый стол. Он с своим бухгалтером был. Мы сидели. И он поменял свое мнение. И он будет софинансировать вместе с Торхенской громадой труднский роддом. Так что вопрос решен. Ну, я не знаю, а у Владимира нет. Ее нет, у нас желательно, конечно, была. Желательно, что была. Потому что вы еще должны были все-таки по вот этим пакетам. Дело в том, что с 1 апреля, чтобы вы понимали, идет больной, уже вторичка, имеет право в любом месте, имея электронное направление, и рожать, и лечиться, и везде. Поэтому, если мы не будем поднимать престиж нашей здесь больницы, то поверьте мне, что содержать все вот это вот, учитывая, что у нас ушло 34 миллиона в 2020 году, то 2 миллиона, которые на родильное отделение, конечно, не спасут. У нас отделений очень много. Почему вы не подаете пакет услуг на, ой, сейчас 2 секунды, на паллиативную помощь? У нас нет возможности сейчас. Там очень жесткие условия для... Ну, не жестче, чем по родильному отделению. Ну, у нас нету специалистов, в принципе. А что за это? Это на дальние полиативные дополнения. Для тяжелых, длительно болеющих. Я, наоборот, всегда, когда я работала главным врачом, я всегда, например, когда смотрела на это все, я понимала, что это вопрос действительно реально решаемый. Потому что таких больных у нас во всеми на дому, никому, извините, что я так говорю, грубо говоря, не сильно всем нужным. Они вот действительно в домашних... Я хочу сказать, что... Это тоже дополнительные деньги. А не за полный центр? Я хотела сказать, что вы, как главный врач, должны искать все минимальные возможности, чтобы деньги национальная служба здоровья выплачивала нам. Поэтому не хвататься за то, что там, где невозможно, а реальных невозможно. Потому что палеотивная помощь... Мы просто подумали, что все, что на длинности, и в этом году мы будем... Ну, может, и не сделаем. Понимаете? Ну, может, и не сделаем. Может, и не сделаем. Для того, чтобы... Я хочу вам сказать, что национальная служба здоровья с одной стороны дает, знаете, как морковку, с другой стороны, она выставляет такие условия, что даже по той же палеотивной допомоге, даже по той же хирургической помощи сейчас, она начинает вводить такие специальности, которые и ставят их условия на доня этих пакетов, как ликарит, ликар-терапевт, ЛПК и все остальное. Поэтому без реабилитологи и, ну, куча таких специальностей, которые 2-3, максимум 10 человек по всей обезгибовой семье, они выставляют пакет, особенно по палеотивной допомоге. Ну, хорошо. Почему-то в прошлом году арцист смог заключить пакет по родоспоможению. Почему вы не сделали? Потому что у нас не было четыре... Три? Нет, в прошлом году. В 20-м году было три акушер-гинеколога и один анатолог. Подождите. В 20-м году требовался четыре анатолога, в этом году уже один анатолог и четыре акушер-гинеколога. Все, спасибо большое. Спасибо, Блина Петровна. Спасибо. Спасибо. Ну, коллега, коллеги, да, вы хороший экзамен сейчас издали. Хочу вам поаплодировать за это. Наверное, все согласятся. Ну, это моя работа просто. Да. Но я прочитала ваш ЗВИД, меня что заинтересовало? Я не была на прошлой сессии, может быть, я что-то не знаю. Ну, вроде просматривала прямой эфир, не запомнила. Да. Но, ЗВИДе, я увидела, что у вас много денных коек. А мы говорим о том, что нам надо амбулаторий с денными. У нас они и были, эти кое-дельного проговора. А надо ли нам теперь содержать отдельную амбулаторию с денными? Я вам хочу сказать, что эти коек не работали в 20-м году только по одной причине. У нас был карантин. И при карантине госпитализация была только ургентная и только плановая госпитализация была запрещена. Она и до сих пор на сегодняшний день карантин никто не отменял. И мы вложим стационары только по ургентным показаниям. А денного перебывания, да, у нас есть, я вам назвал, сколько по операции. Ну, просто я не знаю, как для других амбулаторий, но я думаю, что для Тарутина не нужно нам амбулаторий с денным перебыванием, если у нас есть тоже. Ну, я посчитала, где-то около 80 коек. Ну, это мое такое мнение, вы можете согласиться, нет. А сколько сколько стоит людей? Они есть и предусмотрены, и финансируются. Зачем нам сегодня тратить бюджетные деньги? Если она год не работала, за что люди деньги получают? Нет, ну, нельзя было попасть, потому что... Она работала, а то он сказал, что она не работала. У нас койки были заполнены ковидными больными. У нас было по 80 человек ковидных больных с подозрением на ковид. На этих койках лежали люди. Мы полностью перевели терапевтическое отделение, практически. Оно работало полгода с ковидными больными. Все инфекционное отделение было заполнено ковидными больными. Больница водников, которая была установлена как опорная больница по приему больных с ковидом, была переполнена, и все больные лежали у нас, лечились. И за это у нас ни копейки врачи ни надбавок не получили, ничего. Абсолютно. 300% надбавок, которые должны были выплачиваться врачам, которые работают с ковидными больными, мы не получили. Только за апрель месяц, первый месяц, получило инфекционное отделение, когда у нас пролежали первые больные. И все, на этом все закрылось. Когда мы просим Измаил и просили Арциз, чтобы принять больных, они нам отказывали, потому что у них было заполненное отделение. И все больные, которые поступали к нам с подозрением, а у нас должны были находиться только с подозрением, а подтвержденные отправляться в Измаил или в Арциз, они продолжали лечиться у нас уже в боксированном отделении инфекции. Поэтому, когда мы начинали принимать больных с подозрением на ковид, у нас была одна точка в инфекции, подведенная кислородом, и палата интенсивной терапии на одну койку. То есть на сегодняшний день там 17 точек с кислородом, и палата интенсивной терапии оборудованная полностью на 4 койки. А отделение, которое в 80 койках у нас предусмотрено и работало в больнице. Поэтому не надо говорить, что они не были заполнены. Но она начала работать с ноября месяца. Мы должны представить ряду с ковидом больных. Поэтому мы попросили... И не с ноября месяца, это все длится с мая месяца. Юрий Владиславович, спасибо огромное и низкий поклон всем врачам. Это действительно реально большой, огромный труд, который не оценен сегодня нашим государством. Но закончится карантин. Люди могут рассчитывать на денные койки? Конечно. Вот это я хотела услышать. Для Тарутина, по крайней мере, я считаю, что нам не надо. Это очень острый вопрос. Что? Очень острый, да. Вопрос следующий вопрос. Как раз надо. Нет нигде покапаться. Дневные кости, кости дневного пребывания, никто их не убирал. Они есть. Они будут функционировать, как только сможем мы принимать больных. В полном объеме. В принципе, мы уже даже сейчас принимаем и больных в плановом порядке. Особенно в терапевтическом отделении. Потому что такого наплыва ковидных больных с подозрением на ковид сейчас, слава богу, нет. Я не знаю, что будет дальше, я не знаю, что будет через месяц, через неделю. Потому что вспышка может произойти в любой день и в любой месяц. Поэтому плановые больные потихоньку пошли в хирургическое отделение на плановые операции. Да, мы принимаем, но только принимаем с обследованных больных, которые имеют отрицательный ИФА-анализ. Поэтому мы принимаем. Есть еще вопрос. Почему врачи не получили 300% все остальные? Потому что мы не опорная больница. Статус опорной больницы имеет только АЦИС и статус опорной больницы по приему больных с ковид имеет ИЗМАЮ в нашем регионе. Все остальные больницы принимали и принимают больных только с подозрением на ковид. После того, как больной отследуется, сдает ПЛР-тест, мы должны или его, если подтверждается, отправить в АЦИС, если не подтверждается, продолжить лечение в условиях нашего стационара и в дальнейшем в АЦИС. Но в начале заболевания мы получали анализы по ПЛР-тесту. 41 работник медицинский переболел ковид-болезнью, 47 детей. К сожалению, я не знаю цифру выздоровевших, но это где-то около 80%. Спасибо. Я хочу предоставить слово заместитель Туркенского района администрации ГДЖ. Магомедович. Добрый день, дорогие депутаты. Я действительно хочу все-таки повладать весь актив медицинский, в том числе Кремника коммунального заклада, за ту работу, которую было сделано, скажем так, в период прошлого года. А что именно? Мы действительно в самом начале года столкнулись с коронавирусной болезнью. Никто не знал, что это такое и каким образом ее учить. И действительно так получилось. Многие районы не были готовы, скажем так, до той болезни. В том числе и мы. Но когда мы начали уже и денег не было реально для того, чтобы мы начали бороться с этой болезнью. За короткое очень время, да, мы действительно нашли больше миллиона ливень для того, чтобы мы профинансировали районную больницу. И ликарь, в том числе, значит, передник этого закладу, сделал очень большую работу для того, чтобы заниматься лечением коронавирусных больных. И не одноразово, не одноразово, да, значит, на уровне областной администрации нас ставили пример тому, как мы можем лечить ковидных больных, а в других районах этого не могут делать. Это было действительно так. И нам было приятно, когда мы слышали, когда на уровне области поднимались и нас ставили пример другим больницам. Я могу честно сказать, что, да, наша больница, она прекрасна, коллектив прекрасный. Есть много, значит, там специалистов, которые, значит, на своем месте. И им нужна поддержка, в том числе, поддержка депутатов, в данном случае, в следующем году. Они в прошлом году, да, заработали сами в три раза больше денег, чем это было в 19-м году, да. Там были, значит, да, и сделаны определенные меры, в том числе были плотные аренды оплаты, да, мы увеличили арендную оплату за те, скажем так, структуры, которые там есть, арендуют промышления. Они начали поступать деньги с услуг, которые они оказывают. И я скажу вам, они могут и больше зарабатывать. И нужно им ставить задачу, чтобы они зарабатывали еще больше. И у них есть резервы отхода, это все сделано. Тому давайте мы будем и далее поддерживать районную больницу и будем уделять в первую очередь внимание им. Это наше лицо, это есть, скажем так, там у нас уже окружается все население уже Тармичинского района. И, значит, желаем им здоровья. Спасибо. Спасибо. Ну, все равно давайте пообладим. Спасибо. Уважаемые депутаты, если нет больше вопросов, Сталин проводит голосование за принятие проекта решения за основу решения этого дела. Уважаемые депутаты, у нас еще два вопроса для основных. Уважаемые депутаты, продолжаем принимать все земельные участки, которые находятся за пределами населенных пунктов, коммунальной властности и государственной властности. Формируются пакеты документов по этапу, поэтому на сегодняшний момент сформировано таких земельных делянок 84 на общую площадь 223 гектара 29 зоток. Поэтому просим принятие коммунальной властных регистратов. У меня тут нет в перечне. Сергей Степанович может скажет, потому что по каждым земельным делянкам есть свои наказы. Вы знаете, в предыдущем мы приняли 9 с копейками гектаров, сейчас 223. И буквально вчера Сергей Степанович сказал, что есть еще три наказа, да? Три наказа, где постепенно передаются. И мы постепенно будем их принимать. Это большое количество земельных делянок, оно отправлено нашему регистратору или нашим регистратором для переоформления собственности. Сейчас мы это добавим. Я думаю, к маю месяцу у нас будут сформированы все земельные участки, которые перейдут в коммунальную властность. Поэтому прошу поддержать. Так это получается не единой площадью, да? Нет, нет, нет. Может быть, это уточнить, это самое, земельные делянки, загарные площади. Да, земельные делянки. А в повестке дня стоит это самое, земельная делянка, площадь. Про принятие земельных делянок сельхозпризначенных в державной властности. В повестке дня? Нет, в повестке дня, я имею в виду. В повестке дня будет просто, что мы предложили. Это название решения. Да, название решения, да. Тогда земельный делянок 18, Да, земельный делянок в загарной площади. Мы вытемлемо вообще. Так, в повестке дня земельно и делянка ее. А проект решения подготовлены правильно. Это да. А нет, это да. Да, по сути, данный проект решения прошу балансовать. Кто за? Боцик, раздержался, единогласно. Итак, заключительный вопрос, Мария Семеновна, это депутатский запад, напоминающий силы членов Анина. Уважаемые депутаты, поступила на имя Тарутинского ссылочного головы депутатский запад, депутата Тарутинской ссылочной рады, депозицийной платформы «Зажитя» Герова Литария Петрович. Не буду его зачитывать, но смысл такой, что обращается в поселительный совет за выделением денег из нашего бюджета в сумме 500 тысяч гривен на ремонт помещения, которое находится в нашей центральной больнице для компьютерного томографа. Мы на комиссии обсудили этот вопрос. Можем сейчас предоставить Алектору Ивановичу слово, чтобы он прокомментировал, и потом сразу скажу, пожалуйста. Предложение, что там есть? Какой этот вопрос стоит, да. Ну, знаю, что сегодня в Барцизе будут уже ставить государственные, в связи с вот этой стройкой, как она там называется, Великое Будемниство, будут ставить государственный аппарат КТ. Ну, эти деньги я просил бы предусмотреть, их все равно в бюджете, потому что сегодня с нормами ЦЗУ, которые вот раньше финансировали наш, помогали сегодня, это практически переросло уже в их рэкет, я не знаю, там новые требования, потому что 1 апреля, да, надо подписывать договор, построить нужно пандузы, построить туалеты нужно для того, чтобы, для инвалидов колясничком. Эти деньги можно будет лучше там, да, да, да. Та же самая вот эти вот деньги, которые в областном бюджете предусматривали, сегодня я разговаривал, в 4 часа будет сессия, пообещали, что эти деньги тоже поддержат и перенаправят их нам, но потом мы же тоже можем как-то для больницы эти деньги предусмотреть. Уточните, еще раз КТ будет у нас? А? КТ, что с КТ? Ну, пока мы сделаем то, что КТ, вот эти вот, с которыми мы вели переговоры, это коммерческая структура. У них очень условия в день не меньше 50 человек. Короче, пока нет. Они зайдут сюда, они зайдут, еще четкого понимания от них нет, что они сюда... Юрий Славов, прокомментируй. Я хочу прокомментировать вот это вот все по поводу компьютерного томографа. Вчера я буквально вчера узнал, что в Арцизе, она у нас определенная больница как опорная, устанавливается за счет НСЗУ, устанавливается компьютерный томограф, который будет работать без... Ну, я не могу сказать, что он будет бесплатно работать, но он идет не коммерческая, а государственная. Поэтому, и Марина Петровна сказала правильно, любой врач, который выпишет направление на тот же компьютерный томограф, он имеет право выбрать больному, который выпишет направление в электронном варианте. Больной ему имеет право выбрать больницу, куда он пойдет с этим направлением. Естественно, он выберет ту больницу, где будет ему безоплатное обследование. А коммерческие структуры, они все работают по оплате. Как бы там ни было, они... И если у нас поставить там томограф платный, в Арцизе он бесплатный, то работать он у нас не будет в данной ситуации. Потому что мы сделаем ремонт, мы сделаем полностью, обеспечим эту фирму, чтобы она к нам пришла, она поработать, где будет гарантия, что она будет у нас работать. Потому что 300 обследований в месяц, которые предусмотрены, чтобы этот компьютерный томограф работал, наша больница не сможет дать такую нагрузку. Я сразу говорю об этом. И это нереально для нашей больницы, для условий. Да, в период ковида, может быть, это и будет какая-то нагрузка. Но в дальнейшем он должен работать. И такое оборудование должно работать круглосуточно. Поэтому... У нас еще же проблемы с этим кабинетом. Он же тоже в аренду. Во-первых, кабинет, который планируется под аренду, планировался. Там находится скорая помощь, подстанция скорой помощи Арцизской подстанции. Поэтому, в первую очередь, решать вопрос надо с помещением для этой скорой помощи. И вчера, опять же, по техническим условиям, которые прислали нам на компьютерный томограф, там уже наша подстанция, которая электрическая подстанция, стоит на территории больницы, она не в состоянии потянуть ту нагрузку, которая предусмотрена для работы компьютерного томографа. Поэтому переоборудовать сначала подстанцию, потом делать ремонт, это очень большие затраты будут, во-первых. И оно себя не окупит. Как-никак для района не целесообразно, я могу сказать. Единственный вариант, который мы с вами уже обсуждали, это реанимобиль, который будет оборудованный. И мы могли бы своих больных этим реанимобилем доставлять на компьютерный томограф, в Арпсис. Тем более, дорога, я думаю, уже... Ну да, уже, в принципе, часть вопроса решена. Автомобиль у нас стоит в гараже, поэтому мы его приведем в порядок и оборудуем. И я думаю, что будем в таком случае работать. Автомобиль, который передавался в Градовске. Вот, в Градовском индустрии... Он в очень хорошем состоянии, этот автомобиль. Я благодарю за то, что его приведали. И погодно он не подходит. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить, кто причастен к передаче этого автомобиля для... в Центральную районную больницу и вас тоже за помощь, оказанную в этой ситуации. Но я хочу сказать, что там есть оборудование, которое мы сняли сейчас. Мы отдадим его на экспертизу. И регулятор уже есть. Есть, но он, к сожалению, не работает. Нам надо провести, передать фирме, чтобы она проверила, подлежит он ремонту или не лежит. Не подлежит, или же, если подлежит, то отремонтировать эту ситуацию оборудование. Самое главное, что машина оборудована кислородом. И это работает, и мы сможем возить дальнейших своих больных в ОРЦИС. Спасибо. Слава Слава. Все дело в том, что в 2 часа будет заседание бюджетной комиссии Болгарского района Совета. Поэтому нужно определиться. Там повторно опять будет вопрос стоять о выделении... Пускай выделяют. Пусть возвращают нам эти 800 тысяч евро. На пандус. Можно же не поставить вопрос прямо целенаправленно, целевое назначение на томограф. У нас есть еще куча своих... На ремонт помещения под томограф. На ремонт помещения под томограф. Поэтому в каждом отделении, в поликлинике у нас туалеты не соответствуют инклюзивности. Поэтому я прошу вот эти деньги... Там не эксклюзив, по-моему, а что ли? Может быть, если у нас... Я до вчерашнего... Два депутата сейчас будут присутствовать... Сейчас мы будем на бюджетной комиссии... Там будет поставить вопрос. Пускай голосуют. Главное, чтобы вернули обратно, а потом мы разберемся. За пандусы? Да. Вы же делаете вещь, он не знает. Мы к разу уже перешли, да? Да. Здравствуйте всем. Я хочу обратиться вот так... Конкретно жители задают вопросы. Именно предприниматели. Все, кто приезжает торговать вот на проспекте... Ну, наши предприниматели там платят, кто за аренду. Ну, неважно, они где-то находятся. А все приезжие никуда ничего не платят. И вот обращаются с тем, чтобы какую-то плату установить им. Ну, это идет и в бюджет пойдет. Плюс что-то сделать с... Ну, не знаю, с этой дорогой, когда в субботу. Около базара. Ну, как предложение такое. Можно какую-то стоянку организовать. То есть, деливневка, уложить плитами и сделать платную стоянку, которая будет, ну, идти опять же в бюджет. Ну, это уже даже проект есть. Ну, проект есть там напротив церкви. Он ведет в проспект. Вопрос, все равно машины стоят. Да. И самый больной вопрос. Что-то прокомментировать с этим ставком наших, в конце концов уже. Давайте, чтобы это все услышали, потому что идут, ну... Отвечу вам. Друг на друга. Мы вчера разговаривали со Сан-Семеновичем по этому поводу. Все работы по стопу приостановлены. И, скорее всего, что дальнейшие работы там продолжатся. Где-то. Что вы услугуяли все. Я вот говорю вам в прямом эфире. Велись переговоры с... Последний вопрос, можно? Нет, не могу. Если, сон, сон. А я думал, все. Савис Иванович, пожалуйста, вот... Ситуация с централизацией земель. Наша, вот так говоря. На каком этапе, что еще нужно, как она будет дальше продолжаться. Можете общественность подключить к этому делу? Ситуация с централизацией земли идет пока в бумажной форме. Мы на прошлой неделе собирали все старосты, наши громады. И каждый был... Собирали... Был власть земельного дела Сергей Степанович. Были с налоговой. Были с финоделок. И... Поднимался вопрос. Начался вопрос, какой эфиризации только пока в Добавах. Потому что из-за погодных условий мы не можем проводить нормальную эфиризацию. Вчера нас собирали тоже в Балграде. Тоже поднимался вопрос. Она... Под пристальным... Контролем. Контролем, да. В области эфиризации. И мы готовы подключить общественность за эфиризацией. Только... Я только за. Еще один вопрос. Я уже закончил. Мы там депутатский зверь не было. Я пришел рассмотреть его на ВКОНКОМе по поводу гормадских инспекторов по экологической безопасности. Не побалую вам еще? У меня интересует вопрос. В связи с объединением районов, как будет со селеным пунктом нашего села название Виноградовка, перебудка и именование? Нет, потому что этот вопрос остро обсуждается и на Фейсбуке. Люди крайне возмущены тем, что им нужно будет менять документы. Но это тоже... А все станет на своем листе. Потихоньку. Потихоньку. Будут хотя бы спрашивать мнение у населения. Если они стоят вопрос, как передавать, я думаю, что наехал. Думаю, не будут. Не запутанутся. А вы же не спрашиваете. В связи с тем, что сейчас на местах средств нет, централизованная бухгалтерия, каждый день мы сталкиваемся с тем, что не хватает средств каких-то на какие-то мелочи, будем так говорить. Мы это уже понимаем. Давайте как-то... Все это связано и с тендерными закупками. Я думаю, что человек должен заниматься... Например, вот мы по хозяйственной части даем заявки. Быстренько все это сделали. Организовано. Старосты сделали заявки, подали. Потому что тендер длится 31 день. Потом еще, если нас этот участник тендера устроит, можем мы ли его оставить. Так что то, что мы хотим сегодня сделать, это может делаться через два месяца. Понимаете? Так что нам как-то надо все это быстро делать. Уредусматриваем все. Да, и второе. По дневному стационару в Березино ничего не делается. Прошлая сессия, благодаря Савве Степановичу, тогда сказали, что выделяется 389 тысяч. Мы были с Дорой Семеном Дамурадского, это семейный доктор. Так что Виктор Владимирович сказал, как бы, это не в моих полномочиях. Желательно, чтобы здесь был терапевт. Я клопотание отвез в целочную раду, Савва Степанович принял. Но я так понимаю, в больнице не хватает терапевтов, у Березино тем более. Как бы, вот это принял, терапевта нет. Ну, как-то хотя бы медсестра должна была там быть. У Березино только одна медсестры. У вас нету просто персонал. У нас есть, они ждут, чтобы их пригласили. Давайте. Там только одна медсестра у вас. Они ждут, девочки, да. Мы можем и пройти. Сейчас мы это первый раз слышим. Сам врач не хочет. Врач не хочет. Мы приглашали его с Валерием Георгиевичем, сидели с ним, обсуждали. Он сказал, что уже сегодня не практикуется прокапывание людей. И как бы это... Я не практикуется, я на работе, я часами не заезжаю. А от Кампаласиян ушла. Можно облегчить? Почему Саварский должен заниматься, ну, я готов заниматься этими вопросами, но есть Алла Владимировна, которая занимается непосредственно этими вопросами. Это ее специально. Так, давайте я взял. Сергей Иванович, мы вместе можем делать это все. Что касается меня, я помогу. Полностью с вами согласен. Завтра-назавтра Алла Вера приглашена к нам. Можно я вопрос? На беседу. Ну, сейчас я дайте отвечу. Пауз. Вайсик, пауз. Мне задан вопрос, я должен ответить. На завтра приглашена Алла Владимировна, и я по этим вопросам. За вчерашний день я был в Болграде, у меня, наверное, было 20 смс-ок от людей, которые ходили прокапаться хотели. И не знаю кого. Так что мы хотим завтра услышать, а на следующей сессии вообще предлагаю пригласить Аллу Владимировну. Потому что мы, если депутаты решили выделить деньги, именно по их сметам, по их расчетам, мы же не придумали эти расчеты, они нам предоставили этот расчет. Если перед земной нет врачей, то в Торутино они есть? В Торутино есть. Вопрос не мешает. Согласен. В Серпневом поднялся вопрос, вон Марина Анатольевна, здесь тоже, с жителями Серпнева, также старосты, тоже был вопрос по длинному стационару. В Серпневом четыре медсестры, которые спокойно могут капать людей. Да, у нас все есть. Пожалуйста. Мы ездим все, чтобы разрешили длинный стационар. Стал вопрос, просто мы, Марина Анатольевна, стал вопрос, такой вопрос, мы до Зары Нары Владимировны, рассказал, что в Серпневом практикуются такие моменты, когда приходят с назначениями из Молдовы. Как бы они не бедят, правда. Так что я предлагаю, я знаю, что у Испава Васильевича тоже такой же вопрос, на следующей сезоне пригласить Аллу Владимировну с таким же отчетом, как Юрий Владиславович. Три в одну? И чтобы она читалась перед нами. Дайте спросить или число. Спасить, давай. Дорогие депутаты, я хочу, я хочу, с вами, задать вам пару вопросов. Первый вопрос. Депутаты районного совета, когда надо было докторов, обучали их, даже принимали на работу, дотацию им платили по 100 тысяч, покупали им дома в Петровке, в Серпневом. На сегодняшний день в Серпневом нету доктора, забрали сюда, в Петровке нету доктора, забрали сюда. Почему нету доктора? У нее зарегистрировано? Нет. Она была у вас на месте, ей выделили дом, в Петровке купили дом, ее принимали на работу, Валерий Георгиевич, так было, ее принимали на работу в Серпневом, а не в Тарутино. Это первый вопрос. Второй. Скажите, пожалуйста, вы только что говорили от Сергея Ивановича, Серпнева, что вы хотите открыть дневной стационар, там у них все, чтобы люди капали. Ответьте мне, пожалуйста, почему у нас в Тарутино не работает дневной стационар? Со вчерашнего дня, когда люди звонили, я сам и сказали, указание главного врача. Сегодня у нас, вот как слово, что там врач не хочет, там не хочет, там главврач не хочет. Главврач во вторичной стационаре не то, что не хочет, там просто больные, чтобы не заразить людей в дневной стационаре, а заразить ковидными больными. У нас в дневной стационаре? Во вторичной миссии я portfolio. Я говорю, у нас работало, до понедельника люди капали, до понедельника. Вчера закрыли, на каком основании? Вы о первичке. Я не о первичке говорю. И по указанию Аллы Владимировны, что вы, громада, не перечислила ей деньги за то, что они дали вам сметы. Все дают смету, кто 300 тысяч, кто это самое, они дали на 900 тысяч сметы. Вы не перечислили деньги, поэтому закрыл дневной стационар. Примите, да, лично она сказала, что... И вот там нет, он нелегально, это капает. Подождите, на сегодняшний день, вы говорите нелегально, до понедельника капались люди. До понедельника капались люди. Так же и в Сирпневом капается. Так же это самое. Павел Васильевич, я вас услышал. Вопросы актуальные сегодня, это не только ваши вопросы. Если я говорю, вчера у меня 20 смс-ок было по этому же вопросу. Завтра я приглашаю, уже пригласили Аллу Владимировну, потому что я вчера не смог связаться с ним по этому вопросу. Обсудите его до конца, на каком основании это все, если депутаты приняли. Да, мы действительно деньги еще не перечислить туда, но я думаю, что такие большие затраты они пока не несут на этот прокат. И до следующей сессии, я думаю, что сессия будет через дней 10, наша следующая сессия, мы пригласим Аллу Владимировну с таким же отчетом, как Юрий Вячеславович, с подробным отчетом, который ответит на все наши вопросы. А вопрос он обоносен в чем? Подарок 1 марта будет. Вы же сказали, что все здесь всегда праздники проводят. Там были вопросы. С Свердневым дело в том, что у нас все есть там, и там есть 4 медсестры, которые работают. Но их, я так понимаю, их руководство сказало, что им еще на полстравки снизят, потому что у них нет нагрузки. Почему ее не создать им нагрузку, чтобы они их капали в ваших людей? Ну, я тоже. Если вы хотите, то завтра можете попросить, что вы хотите, когда вы пригласите в арбузу. На который час? На который час? На который час? На 12, да? На 12, да? На 12. А, нет, мы будем здесь. Нет, 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 здесь, там, там. Здесь понедельник будет. Еще есть вопросы. А люди обращаются за землю? За что? За землю приходят вам заявить. Следующие сиски именно будут решать по земельным... Приходят сиски? Конечно, только можно. Можно писать заявление, например. А мы больная. Уважаемые депутаты, если нет вопросов, то пятая сессия... Спасибо за работу. Пока. Пока.